Древние статуи В 1990-х годах была обнаружена статуя Будды, в которой содержался настоящий скелет монаха. По всей видимости, монах мумифицировался где-то в X веке, а его останки были позже превращены в статую. Вообще, сама мумификация свойственна буддистам. Она относится к преднамеренному действию монахов по превращению себя в мумии. Этот процесс очень долгий и трудный. На самом деле он начинается за три года до смерти. Во-первых, монахи придерживаются диеты, питаясь древесной пищей, то есть едят только орехи, корни, ягоды и кору. В финале этого процесса они переходят к тому, что называется Нью Джо. Они перестают есть и пьют только воду, смешанную с солью, при этом медленно медитируя. Примерно в таком состоянии их хоронят. Такие мумии сами по себе очень редки, но вот обнаружить такое внутри статуи было действительно шоком. Кстати, это единственный известный пример мумификации внутри статуи. Изначально ученые планировали извлечь данную находку, но проанализировав ситуацию, решили этого не делать, в силу того, что мумия может рассыпаться, если ее вытащить. Однако же рентген показал, что скелет находится в идеальном состоянии. Статуя Иисуса Несколько лет назад были обнаружены два свитка, спрятанные в ягодицах 240-летней статуи Иисуса Сент-Агетти, Испания. После того, как работник сделал открытие, команда удалила часть скульптуры, чтобы показать два свитка. Эти записи были сделаны в 1777 году Хоакином Мингисом, священнослужителем в соборе Бурго де Осмо в Испании. Мингис писал, что статуя была создана Мануэлом Баллов, который также делал подобные скульптуры для других соборов. Мингис добавил, что в тот сезон они успешно собрали пшеницу, рожь, овес и ячмень, и у них было много вина на складе. Он также написал, что брюшной тиф преследовал их деревню. Еще он говорил, что они часто играли в мяч и карты, чтобы скоротать время. Он добавил, что в то время правил король Карлос III, и его дворец находился в Мадриде. Церковь, которая владела статуей, обладала дубликатами свитков. Оригиналы были отправлены архиепископу Бургусу для архивации, а вот копии были возвращены обратно в ягодицы. Древняя китайская статуя В 2016 году австралийские искусствоведы обнаружили древнюю банкноту. Внутри головы 645-летней древней статуи китайского Будды. Банкнота была размером со стандартное письмо, что делало ее крупнее и страннее, чем сегодняшние банкноты. Записи на бумаге указывали, что она была выпущена в 1371 году. Это было во времена правления первого императора династии Мин. Банкнота была оценена в один гуань, эквивалентный в то время одной тысяче медным монетам, или 28 граммам серебра. Этот редкий образец является одной из самых ранних, когда-либо сделанных банкнот. Этот тип наличных был почти эксклюзивным для Китая в 1371 году. В это время Европа все еще использовала монеты и очень медленно переключилась на банкноты около 300 лет спустя. Интересно то, что открытие было сделано совершенно случайно. Статую готовили к аукциону, когда была найдена банкнота. Любопытно, что ни одному из двух предыдущих владельцев не удалось найти купюру. Немного позже эта банкнота была выставлена на аукцион. Еще одна статуя Иисуса. В 2014 году в Мексике проходила реставрация деревянной статуи Иисуса, в которой были обнаружены настоящие человеческие зубы. Эта статуя называлась Терпение Христа и изображала Иисуса, ожидающего распятия. Люди не могут сказать, откуда у 300-летней статуи оказались настоящие человеческие зубы. По правде говоря, старые статуи из этого региона Мексики часто содержат настоящие ногти, зубы и волосы. Даже была найдена статуя Младенца Иисуса с двумя маленькими кроличьими зубами. Также была найдена статуя Дьявола с собачьими зубами. И несколько других с настоящими человеческими волосами. Однако вот статуя с настоящими человеческими зубами была неслыхана. Зубы были в идеальном состоянии, что делает все это странно. Рот статуи всегда был закрыт, что делало зубы почти невидимыми. А вот смогли их обнаружить лишь тогда, когда сделали рентгеновские снимки. Ученые подозревают, что зубы были взяты у живого человека, который хотел, чтобы они были пожертвованы церкви. Дело в том, что мексиканские христиане очень часто жертвовали части тела церквям, примерно в период 17-18 веков. Статуя Джульетты. Несколько лет назад в Вероне, Италия, была обнаружена бронзовая статуя Джульетты, возлюбленной Ромео в шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта». В ней нашли сотни ключей и любовных писем. Предметы были обнаружены во время реставрации, ко дню Святого Валентина в 2015 году. А вообще, статуя была изготовлена в 1969-м и была установлена в Вероне, потому что он считается родным городом вымышленной Джульетты. Тем не менее, скульптура постепенно теряла вид, так как туристы часто терли грудь и руки на удачу. Все это привело к ее износу и в конечном итоге к появлению трещин. Вскоре туристы начали вставлять любовные письма через эти щели в полую внутренность Джульетты. Было также много ключей, потому что влюбленные иногда писали свои имена на маленьких замках. Ключи и письма были обнаружены только тогда, когда специалисты попытались запечатать трещины и создать копию статуи. Свитки внутри буддийской статуи. В мае 2018 года поступило сообщение, что в храме Хокеджи в Наре, это в Японии, была обнаружена статуя Бодхисаттвы. Ее высота была 76 сантиметров, а возраст 700 лет. Эта статуя изображала Монзю Босацци, Бодхисаттву Мудрости. Монзю часто изображают как человека, сидящего на льве. Этот человек держит в одной руке буддийскую книгу, а в другой меч. Сидение на льве изображает тот факт, что человек приручил свой разум. Книга означает знание, а меч показывает, что он прорвался сквозь невежество. 180 предметов включали свитки, реликвии и другие неподтвержденные артефакты. 30 из них были найдены в голове, а остальные 150 в теле. Но, к сожалению, ученые не могут подтвердить содержимое свитков, потому что эта находка сделана во время компьютерной томографии. Сама же статуя остается запечатана. Статуя льва. В 2014 году была обнаружена статуя золотого льва в Старом Капитолии, в Бостоне. Внутри нее была капсула времени. Конкретно капсула была найдена в голове льва, когда скульптуру забирали для реконструкции. Интересно то, что капсула времени не всегда была забыта. О ее существовании было сообщено в Бостонском глобусе в 1901 году. Однако вскоре об этом все позабыли, и вспомнили о ней только тогда, когда потомок скульптора обнаружил письмо, которое было написано самим скульптором. Согласно письму, в капсуле находятся газетные вырезки, фотографии и автографы. Было также несколько писем, написанных политиками и жителями Бостона. На данный момент городские власти Бостона намерены сделать дубликаты содержимого статуи и поместить их в статую с некоторыми более новыми предметами, чтобы их можно было снова обнаружить в 22 веке. Неожиданная находка внутри статуи чудовища. Автором этой скульптуры к концу 16 века является известный скульптор Джамболонья. Именно он создал этого красавца высотой больше, чем 10 метров. Но недавно удалось выяснить, что эта скульптура хранит еще несколько тайн. Оказывается, внутри статуи имеется несколько комнат, которые делают скульптуру более живой. Из специального ручья поставлялась вода, и монстр, которого Аппенино держит левой рукой, извергал ее наружу. А еще предполагают, что комната, расположенная в голове монстра, была предназначена для специального камин. Когда его разжигали, то из ноздрей чудовища шел дым. Вот так эти комнаты выглядят сейчас. А вот этот макет показывает, как устроена статуя. Статуя Матрешка Это статуя Будды Прапутта, высотой 2,7 метра. Она находится в Бангкоке, Таиланд. Раньше эта скульптура была покрыта штукатуркой, создавая впечатление бесполезного артефакта. Считается, что она была создана в Индии в период между XIII и XIV веками. Сама же статуя прибыла в Бангкок в 1801 году и была выставлена в храме Вад Хунарам. Чуть позже она была перенесена в Вад Траймид в 1935 году. Однако скульптура была настолько огромной и бесполезной, что многие годы она оставалась вне храма. Только жестяная крыша защищала ее от погодных условий. Но в 1955 году статуя упала, когда ее собирались перевезти в другой храм в Бангкоке. Штукатурка, покрывающая ее, треснула, обнажив части золотой статуи внутри. Рабочие удалили оставшуюся штукатурку, чтобы обнаружить внутри 18-каратное золото. Золотая статуя была сделана из 9 частей. Был также ключ, чтобы можно было разобрать детали для транспортировки. Историки считают, что статуя была покрыта штукатуркой, чтобы скрыть ее от вторжения берманцев в XVII веке. Я так полагаю, этот план сработал. Захватчики отказались от статуи, потому что думали, что она ничего не стоит.